Sorry, what? What the hell? It's Garou! You goddamn right! И музыкальным сопровождением нажмите на подсказку, которая появилась в правом верхнем углу, а также поставьте лайк этому видео, чтобы помочь продвижению канала. Что ж, перейдем к перерисованной манге. Вначале все как и было, только вот теперь Мурата показывает нам появление второй пары рук у Garou. Согласен, выглядит это очень круто. Далее он атакует Сайтаму сериями ударов, а тот лишь одной рукой отбивает все, чему Garou удивляется. Кстати, эта сцена, где Сайтама отбивается от ударов в Garou, тоже новая. В отличие от изначальной версии, где Garou видел силу Сайтамы и понимал, что ему с ним не справиться, и скорее был готов даже пастить его руки, сейчас же нам наоборот показывают, что Garou не хочет сдаваться и смириться с поражением. Он говорит, что он выглядел жалко, когда спасал людей, и поэтому он злится, и своей мощной атакой пробивается Итаму в землю, из-за чего магнитное и гравитационное поле сходят с ума. Как сказал сам Бласт, которого нам показали в другом измерении. Кстати, как вы знаете, нам показывали Защитника Вселенной, но Мурата в перерисованной главе убрал их, в том числе и Бориса. Что очень странно. Я не понимаю, зачем их нужно было убирать. Может он хотел до встречи с Сайтамой не раскрывать появление Бориса? Думаю, скорее всего именно поэтому он и решил не раскрывать этих Защитников. Далее, Сайтама отвечает Garou сериями обычных ударов и валит на землю. Тут очень крутой новый кадр Сайтамы, который мне понравился. Здесь он выглядит ужасающе. И тут Garou не понимает, что он вообще такое. Он считает его воплощением несправедливости. Он злится и встает на ноги. И раз уж в первой версии он набросился на Сайтаму с мыслями, что наверное вот так ему усуждено было умереть, то сейчас он уже говорит, что не может себе позволить вот так умереть. Мурата показывает нам, что Garou не собирается сдаваться, хоть он и не справляется силой Сайтамы. Тут Сайтама отбрасывает его одним ударом и разбивает его форму монстра. Garou отлетает и в итоге он посылает все к черту. И даже когда он зашел так далеко, он был стерт в порошок этой непреодолимой несправедливостью. И когда он задался вопросом, неужели это все? Тут появляется голос бога монстров, который говорит, что услышал его. В небе появляются очень странные облака, в которых бьются молнии. Это на самом деле божественный портал, из которого бог пытается вылезти. Сайтама. Да и все герои и люди были в шоке и не понимали, что это такое. Но потом из этих облаков на землю падает огромная нога бога. Затем и вторая. На самом деле бог приближается к Garou. Но никто кроме него этого не видит. Как мы знаем, его видит лишь тот, кому он обращается. Почему он полностью не появился? Не знаю. Может он еще не выбрался? И пока этого не случилось, бласт с защитниками и собираются залатать эту брещь. Но как мы видим, времени у них мало, потому что бог уже хочет предложить свою силу Garou. Чтобы потом с помощью него добиться своих целей. Напоминаю, что ранее бог дал силу бомжу Императору Псайко Орочи. А также потом отправил многоножку мудреца, чтобы та расправилась с Сайтамой, который убил Орочи. Бог зовет Garou. А тот не понимает, откуда доносится этот голос. Он не знает, кто это. Но о бога монстров манипулирует им и говорит, что его самое сокровенное желание. В шаге от того, чтобы быть разрушенным всего лишь одним героем. Garou затыкает его и грозит смертью. Но бог монстров говорит, что есть лишь один кулак, способный остановить тот, который направлен против бога. И спрашивает у него, знает ли тот, о чем он. Garou не понимает, о чем он говорит и просит показать себя. После чего бог монстров появляется в облике его бывшего учителя Бэнга. Он обманывает Garou, говоря, что он просто хочет ему помочь. Garou ведется на это и протягивает руку своему учителю. Не понимая, что он заключает сделку с дьяволом. А точнее, с богом монстров. Тот дает ему силу. И мы видим, что Garou изменился. Сайтама присматривается к нему. Протирает глаза, но не может разглядеть, что это у него на лице. Garou поднимает голову, а Сайтама не понимает, что это и спрашивает, что это с его лицом. А Garou отвечает ему, нечто, что может одолеть кулак, направленный против бога. Я понял, это может сделать только сам кулак бога. Знаете, звучит все так, будто сам бог монстров завладел телом Garou и лично хочет расправиться с Сайтамой. Так ли это на самом деле, не знаю. Я думаю, что это не исключено. И что именно сейчас Бласт должен появиться со своей командой, чтобы запечатать бога монстров обратно. Теперь все складывается на свои места. Нам не хотели показывать Бориса раньше времени, так как это будет не круто. Согласитесь, будет намного круче, если мы увидим нового Бороса во время ее встречи с Сайтамой. Думаю, так будет лучше. Что Мурата и решил. Но стоило, конечно, все это делать изначально, а не расстраивать нас, потом меняя сцены. Особенно это касается сцены, где Сайтама и Garou сели за один столик. Это была лучшая сцена из многих предыдущих глав. Я думал, ооо, вот оно, комедичность аниме, вот этого нам и не хватало, вот сейчас будет прикольно, конечно. Конечно, интересно будет наблюдать за тем, как Сайтама будет ругать Garou, а тот будет оправдываться или что-то типа того. Но нет, это убрали. Так как Garou не может смириться со своим поражением, и уж точно он не хороший, как и мы его видели все это время. Если бы Мурата оставил эту сцену, и бог появился бы над этим домиком и, позвав Garou, передал свою силу, это было бы странно. Поэтому все так и сделали. Что ж, далее нам показывают Garou, а точнее, пробужденного Garou в форме космического ужаса, который бежит атаковать Сайтаму. Все тело Garou покрыто звездами и галактиками. Это выглядит очень странно и классно одновременно. И тут Сайтама впадает в шок. На его лице недопонимание. Но его беспокоит лишь изменившийся голос у Garou, который звучит, будто тот находится в ванной комнате. Забавный момент. Что же случится дальше? Как я и говорил, на поле боя появится Бласт с остальными защитниками. И уж очень надеюсь на встречу Сайтамы с новым Боросом. Итак, в следующей главе, скорее всего, нам покажет новую божественную силу Garou. И, возможно, появление Бласты и защитников вселенной. Возможно, Garou подерется с ними и в итоге проиграет. После они захотят его добить, но Сайтама остановит их. Примерно так и будет, я думаю. Но увидим, что для нас приготовил Мурата. Ну а с вами был Аниманго. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok